Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, и в ближайшие несколько минут вы услышите и увидите самые интересные новости из мира высоких технологий. Наконец-то владельцы смартфонов с Windows Phone получат обновление Skype раньше других. Microsoft вспомнила о своей родной платформе и выкатила патч, который добавляет в мессенджер возможность рисовать. Можно взять как чистый холст, так и сделать пометки на фотографии или карте, а затем отправить результат другим пользователям Skype. Также апдейт ускорил время возобновления работы приложения, добавил поддержку HD-экранов и возможность автоматической авторизации с использованием учетной записи Microsoft. Все эти нужнейшие функции рано или поздно наверняка появятся и на Android, iOS, Mac и Windows, но когда именно — неизвестно. Apple также порадовала обновление. Можете заливать на свои iPhone и iPad iOS 8.1 прямо сейчас. Вас ждут новые функции, в том числе Apple Pay и бета-версия доступа к медиатеке iCloud, исправление ошибок и улучшения, а также поддержка SMS-сообщений на iPad'ах и Mac'ах. К счастью, на этот раз владельцам 16-гигабайтных устройств не нужно подчистую освобождать накопитель, чтобы загрузить апдейт. Ховерборды, блиставшие во второй части «Назад в будущее», стали еще ближе к реальности. И мы говорим не о постановочном видео, снятом по тихи ради, а о первых опытных образцах от калифорнийского стартапа ArxPax. Пока что хэнда-ховерборд не может вытворять то, что под силу доске Марти Макфлая, но работа в этом направлении идет. Уже сейчас разработчики имеют действующую автономную платформу, способную поднять взрослого человека на несколько сантиметров от земли. Она удерживается в воздухе силой электромагнитного поля, то есть работает по принципу магнитной левитации. На практике это означает, что доска может парить исключительно над покрытием из таких металлов, как алюминий или медь. Кроме этого, в отсутствии двигателя, который бы придавал системе импульс для горизонтального движения, сейчас доска скорее дрейфует, чем целенаправленно летает. Если хотите получить шанс прикоснуться к будущему или выступить в роли благородного мецената, который это самое будущее посильно приближает, отправляйтесь на Kickstarter. На дальнейшую разработку Хэнда Ховерборд создатели просят 250 тысяч долларов. Театральные режиссеры периодически удивляют общественность тем, что используют в своих постановках роботов, но ведущую роль машине, кажется, дают впервые. Робот Reply S1, разработанный при непосредственном участии создателя Джимми Ноэд Хироси, Иси Гуру сыграет главного героя в спектакле по мотивам повести «Превращение Франца Кавки». Обычно бесстрастные машины не способны вызвать у людей жалости состраданий, говорит режиссер спектакля Ариза Хирата. Как вы понимаете, история о несчастном человеке, который необъяснимым образом превратился в насекомое и потерял любовь своих родных, выбрана не случайно. Посмотреть действие можно в Йокогаме на этой неделе, или же во французской Нормандии в ноябре, где спектакль покажут во время осеннего фестиваля. Больше новостей ищите на 3dnews.ru. До встречи, друзья!